добрый день всем кто заглянул на мой канал меня зовут регинах и я нахожусь в юге сегодня привоз и посмотрим что привезли и это сейчас вот архивеечки которые с одним цветоносом они семьсот шестьдесят пять рублей и среди них вот такая вот красота стоит крупноцветковые они декормовские по моему все декормовские во всяком случае все что я вижу все декормовская вот такие вот малышки здесь стоит что-то с интересными цветочками вернее интересная форма цветов я смотрю и думаю пилорик это да это какой-то пилорик вот такой вот интересный очень интересный пилорик такие вот у него цветочки вот посмотрите со стороны как бы в полу распуске как это смотрится ой тут начали скотчем упаковывать привоз как привоз так начинают сразу естественно и заказы упаковывать вот такие вот у него цветулечки интересные мне прям вот особенно если вот так смотреть со стороны вот эти колокольчики ой сейчас секундочку наверное перерывчик сделаю пока клеют вроде бы все звуки скотча прекратились вот такой вот очаровательный пилорик ой тут какой хорошенький цветулечек стоит еще крупноцветковый вот такой вот похож кстати как-то в прошлом привозе тоже был похожий фаленопсис похожий на романс но не романс и вот это тоже похож на романс но но это не романс ну какой-нибудь очередной гибрид просто довольно крупноцветковый еще все от этого пилорика никак не оторвусь оставлю его на место рядышком стоит моушен стоит отвернулся а нет это не моушен моушен стоит за ним вот он моушен который стоял отвернулся это вот этот вот красоту привоз я вот смотрю ну он такой в бело-розовых тонах но все крупноцветковые в основном вот это да это крупноцветковый вот у этого пилорика из-за его пилоричности я думаю цветки не очень крупные и то сантиметров 6 наверное а вот этот прям крупноцветковый вот они как бы рядом вот но у этого справа прям действительно очень крупные цветы наверное сантиметров 10 как минимум если не не 11 так тут кто это стоят фаленопсисы такое ощущение как будто у них цветонос выше чем у тех но они тоже с одним цветоносом не знаю как цена на них тоже идут за 765 или нет вот такой вот яркий тут стоит вот этот вот такой лимонного оттенка с желтой губой цветочки у него немножко упираются в клееночку вот он какой красивый тут что-то темненькое сегодняшнее видео без названий ну вот моушен и хихи если только может еще что-то встречу так это здесь тоже моушен стоит по моему да рядом с мужем ой с него обложка слезает привезли еще и флиртейшн вот флиртейшн очаровательный полосатик вижу пестренькие вот так сейчас поближе к не подойду но пока иду мимо сегодня много вариаций из этой цветовой гаммы вот вариация вот вариация причем у него посмотрите краб по-разному расположен и количество краба вернее количество краба разные вот на правом цветочки с правой стороны краба больше чем на левой стороне а вот так вот есть смотреть если бы он процвел полностью вот с таким поменьше краб у него было бы такое ощущение как будто уже и цветок другой а цветок один и тот же то есть вот все это все эти попытки различать орхидейки считая крапинки это все это не всегда помогает они могут вот так вот варьировать такая вот красавица темненькая тоже цветовая гамма тоже из этой же бела бордова желтенькой с желтой губой ой ой какой яркий вот еще один полиномтиз из этой серии сейчас я поверну ой можем и у него все цветы как-то вот ой я поворачиваю меня камера поворачивается тоже все цветы вот расположены и все смотрят непонятно куда он тоже довольно крупноцветковый и вот такой вот яркий какой яркий у него к сожалению там клеяночка слезает вот она порванная и не знаю как его так взять чтобы не дай бог не травмировать и чтобы цветочки показать какой красивый я впервые вижу такой вот такого красавца яркий при яркий вот я нашла такой же фаленопсис своему у него уже цветочки нормально нормально смотрит красавец так тут вот такой-то интересный розовый стоит с тонким-тонким венозным рисунком что у него с губой наверное ой это он как-то она как-то у него недоразвилась что ли потому что на порванную не похоже видимо она у него вот так вот вот такая вот недоразвитая а вообще губа у него красивая и вижу стоит один леванте в этом этом привозе так вот еще но но этот конечно яркий вот он сегодняшний завоз он он король сегодняшнего завоза вот этот хеленопсис стоит белый с малиновой губой но это все фаленопсисы с одним цветоносом с двумя что-то я не вижу может они в другом в другой части зала стоят ой какие у него огромные цветы вот еще один крупный цветковый он у него совсем огромные цветы вот смотрите вот моя рука у меня конечно рука маленькая но все равно все равно цветок наверное сантиметров 12 обалдеть так это дендробиумы с прошлого привоза прошлый раз я показывала на них сейчас распускаются цветочки 980 рублей стоит это тоже все прошлый привоз вот такая малышка здесь одна осталась 1050 рублей стоит цены ценники поменяли я вот смотрю но это по-моему 1050 и стоила а цену поменяли на гиглипы вот на эти мальдивы они стоят 1250 рядом за 1050 стоит 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 розовенький и беленький тоже 1050 а камадеусы тоже 1050 я что-то не вижу ванночки то ли ее купили чему я очень порадовалась бы то ли ее может переставили в уценочку и здесь тоже стоят фаленопсисы так вроде бы кассии стоят или или очень похоже на кассии напишите мне пожалуйста в комментариях я сейчас не оторвусь чтобы погуглить ну вроде похоже на кассии если не кассии то поправьте меня и они уже с двумя цветоносами вот они орхидейки с двумя цветоносами стоят здесь среди них вот эти розовые и вот такие вот желтые с малиновой губой тоже с двумя цветоносами они ну а это уценочка в уценке стоит тоже леванты уценка 50 процентов от цены вот она леванта стоит малышка смотрю что у нее там корневой она стоила 720 рублей минус минус 50 процентов посчитайте розовенький стоит немножко покоцанный такой вот он тоже 720 рублей стоил и все еще стоит вот там вот вдалеке зиг зиг по моему а зиг не скажу сколько стоил но обычно они стоили рублей 700 то что ли 800 вандочки тут не вижу значит скорее всего вандочку купили кто купил вандочку поделитесь этой радостью комментариях я тут достала леванта из горшка ой не из горшка а из этой упаковочки ну шейка немножко конечно подозрительные тут какая-то чернота есть здесь здесь но может быть это просто такой вот пигмент может засохший цветонос но если она выживет в любом случае это конечно прямая реанимация к сожалению и что для меня если честно даже удивительно потому что у декорумовских орхидей в основном корни очень хорошие и кстати насчет самой самого названия здесь написано ксани он декорумовское название этой орхидеи ксани он ну просто каждый производитель дает дает собственное название это я часто говорю в этом нет ничего удивительного и знаете я наверное ее возьму что ли так ну это 300 рублей а не 350 360 рублей получится но там какая-то чернота вот тут вот и какой-то грибок плесень какая-то на цветоносе вот эти вот пятнышки точечки ну ладно я еще подумаю надо еще подумать ну пока закончу на этом свое видео ну или я его сейчас досниму если так если я его сейчас не досниму прям следом не покажу что я ее купила значит я ее не купила пока заканчиваю свое видео на этом спасибо вам всем большое за ваше внимание подписывайтесь обязательно на канал ставьте лайк не забудьте нажать на значок колокольчика если не хотите пропустить никакое видео присоединяйтесь к моей группе вконтакте ссылочка на нее найдете под видео в описаниях кстати вчера у меня вышел потрясающий обзор цветущих фаленопсисов в нашей самарской группе по парадаже орхидей посмотрите его получите огромное удовольствие и всем пока до новых встреч все таки купила я эту красотку она теперь уже у меня дома взяла я ее по уценке за 360 рублей буду разбила разбираться что у нее там с корешочками что там с корешочками ну вот вот картина в горшке она вся болтается корешки есть и ну корешки есть парочка но не парочка но несколько корешочков иметь главное чтобы они были рабочими но самое страшное самое пугающее конечно это вот это вот чернота вот с ней было разобраться что это цветонос конечно придется срезать и чтобы разобраться с чернотой наверное придется удалить пару листочков ну то есть на полную реанимацию скорее всего ну все видео о том что что я с ней сделаю и как она будет приходить в себя или ну видео о всех моих манипуляциях с ней и о дальнейшем или результате или об отсутствии результата я выложу уже попозже намного позже через какое-то время когда уже будет что показать в результате и кстати насчет ванночки ванда до сих пор в юге просто они ее со стены перевесили поближе к окошку жалко жалко я уже вам я уже обрадовалась за эту ванночку ну ладно на этом точно все всем пока всем до новых встреч